В рабочем графике главы муниципалитета всегда находится время для встречи с лидерами общественного мнения. Теми людьми, кто на виду и кто находится в тесном контакте с жителями района. Подобные совещания проводятся на постоянной основе и как нельзя лучше отражают проблематику и настроение сегодняшнего дня. Такие встречи очень важны. Во-первых, мы говорим о самых больных, о самых трудных таких моментах. Чем больше взаимодействия между жителями и администрацией, тем быстрее эти проблемы решаются. Формат живого общения позволяет затрагивать любые, в том числе и неудобные вопросы и индивидуально подходить к решению каждой ситуации. По словам Валерия Венцеля, только вместе, только сообща можно добиться по-настоящему весомых успехов, суть которых – прорыв во всех сферах жизни. Мы хотим вернуться в районы лидеры, мы хотим сделать обратно и город, видный город саду и достичь тех результатов, которыми мы по праву гордимся. Валерий Венцель – это наша одна большая команда, и мы должны именно с таким настроем идти к людям, слышать их. Кроме перспективных планов и возможных точек роста, на встрече большое внимание уделили наиболее актуальной текущей проблематике – ситуации с дорожным строительством, области ЖКХ, здравоохранения и образования, вопросом, связанным с вывозом мусора, всему тому, что сегодня и сейчас делает жизнь граждан комфортной. Напомнил Валерий Венцель и о приближающейся дате. В этом году отмечается 90-летие Ленинского района. Помимо праздничных мероприятий предлагается создать памятный знак и широко осветить славную историю нашего района, в связи с чем участники встречи высказали свои пожелания. Что такое Ленинский район? Перед войной? Военные годы? Постевоенные годы? При образовании? По-моему, все это интересно читать, многие не знают, какой вот Ленинский район, уже, даже я извиняюсь, там 60-х, например, работают. Впрочем, такая просветительская работа уже ведется в районной газете. Кроме того, планируется увеличить в разы тираж самого издания. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.